Какие проблемы, помимо политзаключенных, вы выделяете в современной России? То, что централизовано все. Вся Россия живет только в Москве и Санкт-Петербурге. Периферия, на самом деле, ничьи стоит. Уехать в другой регион, там зарплата 8-10 тысяч. Попробуйте, проживите на эти деньги. Пенсия 10 тысяч. Это коммуналка 10-7 тысяч. Как на 3 тысячи прожить пенсионером? Работы нет в регионах. Поэтому нас всех стягивают сюда, в Москву, в область. А как вы думаете, какие конкретно нужно предпринимать шаги, чтобы жизнь изменилась? То есть изменилась? Ну, много, на самом деле, мне кажется, проблем еще в нас самих. Менталитет такой. Мы, как бы, бывает, срем у себя дома. И нормально все. Я работаю в бюджетной сфере. Педагога. И мне страивают абсолютно все. Не боитесь, что после визита сюда вас уволят как-то? Нет. Это частное заведение? Нет, это государственное. Это именно государственное? Да. То есть вы опасаетесь, но не боитесь? Там не настолько все хорошо, чтобы бояться заработать. Понятно. Логично. Это Москва или область? Москва. Даже в Москве? Это детский сад? Да. Понятно. В школах ты еще более-менее. Ну, как сказать? Ну, я работал в школе до этого мая. Нормально все было. Скажите, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? Перенаправить средства на социальное обеспечение. А откуда взять? С наших налогов. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Может быть, вас что-то не устраивает в современной России? Единственная коррупция. Все. А больше ничего? Ну, с коррупциями связано все. Ну, например, какие конкретные, более конкретные? Ну, вот пенсионная реформа связана с коррупцией? Все, что в стране сейчас, все связано с коррупцией. Ну, получается, вы имеете в виду не саму коррупцию, а словом коррупция вы называете все проблемы. Все проблемы. Существующая есть коррупция. Система, да. Да. Хорошо, спасибо. А вы, может быть, добавите что-то? В принципе, я такого же мнения придерживаюсь. Но какие-то конкретно вот вас лично проблемы касались? Лично меня, кстати, нет. По учебе, по работе, требовали дать взятку в больнице? Нет. Вашим родственникам урезали пенсию или не выплатили надбавку путинскую? Нет, ничего такого. А какие, помимо нарушения законов, какие у вас конкретные претензии есть к существующей ситуации? Очень. Вот вся существующая ситуация, это моя большая претензия. Потому что, ну, опять же, вот у меня, я сам фотограф-любитель, вот, у меня дома почти законченное фотоателье, я не могу ничего с ним делать, потому что в противном случае, ну, я попаду под действие 159-й статьи УК, ну вот. И просто банально не могу честно заработать деньги. Это вообще как, нормально или нет? 159-й это мошенничество? Мошенничество. При том, что пенсионерам официально работать нельзя. И, соответственно, то есть, насколько я это знаю, очень много моих знакомых находятся в подобной ситуации, потому что они просто не могут открыть свое дело по этой самой причине, потому что все подобные действия приравнивают, насколько я знаю, может, я, конечно, не ошибаюсь, по этой статье. И, собственно говоря, я своим присутствием также выражаю протест против данной ситуации. Спасибо. А как вам ситуация в стране? Может быть, что-то не нравится, что-то не устраивает? Если бы нам все нравилось, мы бы сюда не пришли. Можете выделить, например, пять каких-то вещей, которые вас в первую очередь не удовлетворяют? Отсутствие свободы слова. Мы журналисты по образованию, но мы не остались в профессии просто из-за этого. У нас нет свободной прессы. И, наверное, это базовая веждая вообще для демократии. Как без свободного слова, без свободной журналистики? Это так не может быть. Плюс сменяемость власти. 20 лет, мне 29. 20 лет правит Путин. Это не нормально. Я тут пока добирался до Пушкинской, встретил человека, который 13 лет отсидел в тюрьме. Полгода назад освободился. Он огромный срок отсидел и говорит, что я все равно Путина поддерживаю. Но вы сказали свободу слова и несменяемость власти. Еще что? Ну, я думаю, что у каждого нормального человека, кто посмотрел это видео, один огромный вопрос возникает. Почему все средства в одну направляются в сторону, и когда столько в стране нерешенных проблем? А некоторые люди говорят о том, что это же наш верховный правитель, ему положен такой хороший дворец. Что бы вам ответили? Я думаю, никому не положен. Я думаю, никому не положен. Одному человеку такой и такой дворец. Никому просто. Хорошо. Еще какие вещи можете выделить? Кстати, почему он может быть положен президенту? Президент, по идее, это менеджер. Это человек, который обслуживает народ. И ему не положено вообще никаких таких серьезных пределений. Это вы говорите американский нехороший тезис. На самом-то деле, любой правитель России – это император, как бы он ни назывался. И Сталин был император, и Путин, и Павел Первый – все они были императорами. А вот эти вот менеджеры – это американские бредни. Что бы вы на это ответили? Вы сейчас скажите, что американцы у нас тут все развалить хотят, и все сегодня организовали. Да, у нас реформы проводят из-за указаний, из-за рубежа. Это точно. Сейчас на любое сразу можно найти такое ответ, что это все американцы. А вы на самом деле думаете, кто виноват? Я думаю, надо разбираться в верхушке власти, мне кажется. А каким образом? Вот сейчас они не подсудны, и выборы они фальсифицируют. Что можно сделать в этих условиях? Меняй конституцию. Ее уже поменяли. Вот это как раз… В конституции это поменяли. Там тысячи законов написали нам. Позор! 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 А что конкретно вас не устраивает? Ну, вообще, как бы… Сейчас люди покричат. Свободу! 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 Продолжайте. Да, я уже 4 года работаю с командой Навального, с командой Ильи Яшина. Я являюсь сотрудником его предвыборного штаба, его членом команды. И, разумеется, я как бы уже давно слежу за историей, которая происходит с совершеннейшим беззаконием, которая происходит в отношении Алексея Навального, в отношении его сторонников, в отношении как бы членов его команды. И, разумеется, это не может возмущать, как бы… Вот. И… Как бы это, конечно, беспрецедентный случай, в котором нет места во всем цивилизованном мире. И то, что происходит у нас, это, конечно, совершеннейшее беззаконие. Хорошо. А помимо ситуации с Навальным, какие-то вопросы у вас есть в существующей системе? Ну, конечно. Система… Система, которая существует сейчас в нашей стране, она, в принципе, доказала свою несовредеспособность, свою несостоятельность. И, как бы, если не брать во внимание то, что нарушает основные свободы человека, права человека, как бы… И вообще, ну, беззаконие, которое творится сейчас здесь, это, конечно, не может возмущать. Спасибо. Спасибо. А конкретно, вот вашей жизни как-то это касается? Конечно, каждой жизни это касается. И у меня, и у вас, и всех, кто здесь вокруг. Ну, какие-то конкретные. Вот что у вас больше всего было? Это проблема. Проблема на уровне ни одного человека, ни двух, ни трех. На уровне государства. Все мы с вами живем в этом государстве. Поэтому каждый из этих людей касается этой проблемы. Не просто так люди пришли сюда. Нет, нет никакой гарантии, что в этой стране у нас нас ждет какое-то… Вот мы молодые ребята, мы учимся в институтах. Нет никакой гарантии, что нас в этой стране что-то ждет вообще какие-то перспективы. У нас нет никаких социальных поддержек. У нас образование с каждым годом все хуже и хуже ухудшается. Никакой реформы образовательной постсоветского союза, ну, как таковой, не провелось. Да, наоборот, хуже сделали. Еще хуже сделали, да. Несмотря на все обещания. Медицина… Ну, я молчу про медицину бесплатную. Тут вообще невозможно посещать бесплатные медицинские учреждения. Туда страшно ходить. Это вы говорите о Москве. А что происходит в регионах? А какие законопроекты, законы в регионах? Это у нас есть в Москве, ладно. Они же разные в регионах, другие законы. Какие они принимаются? Как считаете, можно повлиять на эту ситуацию, если они подделывают выборы, если они не обращают внимание на какие-то официальные обращения, бумаги? Знаете, они настолько зажрались, что кроме каких-то радикальных вещей уже не видно ничего. Не представляется. Только таким способом, только выходить, говорить об этом, не молчать. Выход на улицы, перестать молчать пора. А вот те люди, которые вас окружают, с которыми вы общаетесь, ваши родственники, родители, однокурсники, может быть, вы где-то уже работаете, подрабатываете, как они относятся к ситуации? Они довольны властью или они тоже оппозиционно настроены? Я так понял, что из моего окружения есть два типа людей. Одни, которые против, другие, которые безразличны. Нету тех, которые говорят, нет, все хорошо. Таких нет. Поэтому вот так. А у вас? У меня есть три типа людей. Первый – бараны, конченые, которые, как бы, они все понимают, но они поддерживают. О, побежали, побежали, побежали. Ага. Что-то там происходит. Второй тип людей – это те, которые все понимают, но их все устраивают, и они ничего не делают. И третий тип – это те, которые готовы отстаивать свои права и отбиваться. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. А что конкретного вам не нравится? Если можно, чуть громче. Социальное неравенство. Именно разрыв между доходами богатых и всех остальных слоев населения. Да. А что-то еще? Нет, не знаю. Хорошо, спасибо. Это главное. Спасибо. А какие-то, кроме политзаключенных, какие темы вас волнуют в первую очередь в стране? Свобода словок, Конституция, которая была принята, пенсионная реформа, все последние жесточайшие законы, вплоть до уголовного наказания за комментарии в соцсетях. Ну и все. И что со всем этим делать? Выходить. Не выходить, но, по крайней мере, возмущаться и говорить претензии о том, что мы с этим не согласны. По крайней мере, не прятать головы в песок. Спасибо, спасибо. Что дополните? Дополню то, что вот у подруги нашей баронии же ребенок умер в возрасте десяти лет. И оказалось в власти 300 тысяч на операцию ребенку. А здесь, пожалуйста, автозаки, полицейские. На это денег хватает в нашей стране. Больше сказать нечего. Всего свободного, всем помощь нужна. Да, спасибо вам. Я вообще являюсь членом партии ЛДПР. Тем не менее, очень интересно посмотреть, что за безобразие. И сокращают, даже наших депутатов таскают, собираются по двое. Уже по одному нельзя собираться. Все. Первый же вопрос от всех подписчиков. Что вы делаете в ЛДПР? Я пришел в ЛДПР и работаю с молодежной организацией. Несколько раз избирался. Мне нравится, собственно. Ну вот даже после Хабаровских событий, как-то многие даже выходят из партии. Вы не думали об этом? Нет, потому что я работал долго с Дегтярем. И было понятно совершенно, что ситуация, вот как здесь, против лома нет приема. Лучше поставить одного своего, чем что-либо делать. Там против лома не было приема. Просто посадили и все. Хорошо. ЛДПР оставляем в стороне. Да. Другой вопрос. Какие проблемы вы считаете наиболее важными для обсуждения, для выдвижения в качестве лозунгов на мероприятиях? Чем мы должны заниматься? Пять главных вопросов. Значит, первый – это снятие пенсионной реформы. Второй – понижение налогов. Третье – это снижение жесткой налогов на бензин. И четвертое – прекращение вывода денег за рубеж. Это самое основное. Как только это прекратится, мы сразу начнем жить гораздо лучше. А как считаете, этот митинг, он чем закончится? Думаю, что, скорее всего, ничем. Они будут, на данный момент, они настроены ломать одного митинга. Митинга будет недостаточно. И какие шансы, что оппозиция решится на регулярное проведение митингов по образцу хабаровских протестов? Дай Бог, дай Бог, мне кажется, что такие собрания должны быть. Должны быть в любом формате. Хорошо. Иначе диалога не будет. Иначе будут дальше крутить, закручивать, ломать. И последний вопрос. Если бы вы могли обратиться прямо к Путину, что бы вы ему сказали? Я бы сказал, уже страна перегрета. Наведите порядок. Вместо слов уже перейти в дело. И в основном именно с варьем налоговым режимом. Вы верите, что Путин будет этим заниматься? Пока что кроме него некому. Потому что они будут продолжать грабить, если им не дать по рукам. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Не знаю, что еще сказать. Ну, какие основные проблемы вы выделяете в современной России? Основные проблемы? Ну, вообще меня больше всего напрягает образование. И определенно это достаточно низкий уровень образования у людей. То есть, в принципе, говорить о чем-то таком, именно в плане распределения финансов, я уже не вижу смысла. Потому что, ну, зачем людям финансы, если они даже не до конца знают, как им пользоваться? Ну, то есть, собственно говоря, даже все те, кто здесь собрался, они по большей сути приходят, именно чтобы у них деньги тоже появились, а не чтобы систем поменять или там что-то такое. Ну, в целом, да. А если бы вы вдруг оказались лично лицом к лицу с Путиным, что бы ему сказали? Ну, не знаю, не думал об этом. Ну, на самом деле, я бы его просто поспрашивал о многих вещах. Чисто как исследователь. Чисто как. Ну, понятно. Спасибо. 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 Спасибо.